Верховный суд Коми вынес приговор 35-летнему жителю Сыктывкара Александру Габову за посягательство на жизнь полицейского, хранение оружия, изготовление боеприпасов, причинение насилия и оскорбление стражи порядка, публичные призывы к экстремистской деятельности, реабилитации нацизма. Габова арестовали в ноябре 2019 года после попытки застрелить Сыктывдинского полицейского прямо в дежурной части. Как пояснил свой дикий поступок фигурант громкого дела, расскажет Эдуард Бушуев. Утром 21 ноября в Сыктывдинскую полицию позвонила жительница райцентра с жалобой на бывшего мужа своей дочери Александра Габова. На вполне обыденный семейный конфликт отправили дежурный наряд. Бывший супруг вел себя агрессивно, пытался ворваться через закрытую дверь к ней в квартиру, и она опасалась за свою жизнь. На момент прибытия сотрудников патрульно-постовой службы правонарушителя на месте уже не было. В ходе осмотра прилегающей территории полицейскими был замечен мужчина, который был схож по приметам. Он был задержан. Поскольку, как выяснилось позже, задержанный правонарушитель был вооружен, есть все основания полагать, что сотрудники полиции помогли избежать самых трагических последствий для его бывшей супруги. Впрочем, насколько опасным может быть семейный дебошир, полицейские во время его сопровождения в райотдел еще не подозревали. Первый тревожный сигнал дала сработавшая рамка металлоискателя. В рюкзаке Александра Габова сторожи порядка обнаружили штык-нож к автомату Калашникова. Решили провести тщательный досмотр его вещей в помещении для административно задержанных лиц. Пригласили понятых. Но появление в руках мужчины пистолета для всех стало полной неожиданностью. Он внезапно достал из висевшей у него на груди сумочки пистолет, заряженный боевыми патронами ТТ, направив его в сторону сотрудника полиции, который производил водосмотр. Получается, он нажал на спусковой крючок пистолета, но выстрел не произошел, потому что затвор пистолета заклинило. Тогда он снова попытался ввести его в боевое состояние, попытавшись перезарядить данный затвор. При этом мужчина продолжал сопротивляться, оскорблял полицейских и одного ударил ногой. Дебоширу угомонили и посадили в камеру. В его вещах нашли еще одну заряженную обойму и два кастета. 42 патрона кустарного производства изъяли позже во время обыска в его квартире. Было обнаружено и 163 грамма обычного охотничьего пороха. По заключению экспертов, самодельные боеприпасы были вполне годны для стрельбы. Подсудимый занимался деятельностью по сдаче в аренду посуточных квартир. И по его показаниям данным, опять же на предварительном следствии, данный пистолет он обнаружил после съезда с одной из квартир очередных жильцов. Данный пистолет снаряжен двумя магазинами с патронами. После обнаружения пистолета решил пополнить, так скажем, боезапас. Посредством сети интернет обнаружил источники приобретения отдельных деталей патронов промышленного производства. Именно гильз, пуль, пороха. Для этого приобрел необходимое приспособление. Самостоятельно изготовил патроны, которые, по заключению эксперта, признаны боевыми. Кроме основных эпизодов следствия, вменил Александру Габову еще два обвинения. На своей страничке в социальной сети он не только публично призывал к экстремистской деятельности, но и отрицал факты геноцида евреев в годы Второй мировой войны, что относится к реабилитации нацизма и непризнанию фактов, установленных Международным военным трибуналом. Оказался Габов и приверженцем идей запрещенной в России экстремистской организации СССР, которая считает нелегитимными органы государственной власти, в том числе правоохранительные структуры. Напомним, один из ее видных региональных представителей, Александр Тюрнин, напал на сахтовдинских автоинспекторов с ножом в 2017 году. Саня, я председатель ТГБ Коми-СССР. Хорошо. Абратник. Хорошо. Я имею право любое оружие против вас применить. Вы усмотрите, сколько вас. Хорошо. Все, Сань, давай. Вы будете предоставлять документы нам? Не будете. Давай, открывай машину. Если вы откроете, я сейчас... Хорошо. Тихо, тихо. Опа. Нож, нож, нож. Нож, нож, тиксируй, нож, никуда не ушел. За это и другие преступления Тюрнина на 4 года отправили в колонию общего режима. Он не успокоился и в итоге только добавил себе срок. Александр Гавов на следствии тоже отрицал свою вину. Заявил, что был в шоковом состоянии, якобы ничего не помнит. Во время процесса вообще не захотел давать показания. Верховный суд Куми признал его виновным в посягательстве на жизнь полицейского и другие преступления. Итог. 16 лет лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Штраф в 370 тысяч рублей, полтора года ограничения свободы и запрет в течение двух с половиной лет заниматься администрированием интернет-сайтов. Приговор еще не вступил в законную силу.